приветствую вас дорогие друзья утро 1 июля один месяц лето пролетел мы даже не заметили потому что очень очень много работы сейчас поставлю банку молока вынесла мой банку под молоко с денежка сегодня мне привезут молоко у нас я бы не сказала что жарко так хорошо тепло комфортно работать вообще комфортно так что сегодня я поработаю сейчас покажу что я вчера сделала лёшек уехал теперь я одна но обещал скоро вернуться взял билеты на 9 число но вчера я показала что нужно приехать пораньше потому что я не могу включить бетонную мешалку он бетонную мешалку беда виброплитом вот кстати с бетономешалка я бы поработала там ничего сложного нет а с виброплитой вот это вот потяни там зажми холостые работу обороты газу добавь все это не для меня вот так что у нас все зелененькое все красивенькое прошел дождь опять я до сих пор собираю клубнику я уже устала я не знаю друзья такого небывалого урожая клубники я вообще никогда не помню в своей жизни это вы слышите шум это приехала мусорка баки выгружают но вчера загрузили ее по полной вот я жила в своем доме и мама сажала клубнику но чтобы столько было клубники я такого не видела и чтобы целый месяц мы собирали клубнику тоже такого не помню вот первую клубнику мы с лёшиком собрали 8 июня и вот до сих пор она еще там есть я до дождей как-то старалась собрать чтобы она не брела это все равно я не успевала есть клубника которая сгнила просто сгнила ну потому что работа в общем между урывками между отмосткой я еще собирала клубнику а ее еще нужно обработать оборвать эти соцветия помыть заморозить в общем но я каждый день пью молочные коктейли друзья попробуйте 500 грамм клубники один банан не два банана мне с двумя бананами не нравится банан забивает вкус клубники одного достаточно две ложки столовая сахара где-то грамм 150 200 мягкого пломбира в пятерке продается недорого такая колбаска в полиэтиленовом упаковке стоит по моему 180 рублей там наверно полкило мороженого и где-то грамм миллилитров 400 молока все это взбить погружным блендером и приятного аппетита если есть мята положите листик мяты будет вообще просто бомба какой же это витаминный коктейль просто вот выпиваешь коктейли кушать уже не хочется и такой заряд прям витаминный заряд бодрости идешь работаешь и сбрасываешь килограммы вчера почистила лук позавчера успела до дождя прям брала ведро ну потому что сыра и бросать рядом выбранную вырванную траву она вся потом опять растет вот у меня здесь чистенько порядочек красота красивая помидоры помидоры пошли просто я не знаю я зашла после дождя они громадные я вам сейчас их покажу посмотрите какие кустища и вот уже здесь смотрите сколько завязи вот картошечка пошла посмотрите все какое красивое вчера смотрела ролик так жалко людей правда женщина из удмуртии них 10 11 июня был сильный мороз 2 дня померзло все кроме лука и она показывала эти свои растишки которые рассаду она выращивалась февраля помидор все мороз побил урожая у людей не будет я подумала и поблагодарила господа что у нас все хорошо у нас даже в кривополя не был град а у нас здесь не было так что нам повезло перчик пошел огурцы пошли посмотрите какая петрушка смотрите друзья как она пошла вот петрушка а вот кинза тоже все подрастает обожаю кинзу в общем огурчики уже вон огурец нужно вырвать прям красота ну а я приблизилась к нашей стройке уже присматриваю шезлонги какие-то кресла потому что я даже если мы не засыпем не сделаем плиточкой засыплю щебнем и уже можно будет поставить мебель садовую и уже наслаждаться такое вчера солнышко было прям вот и не жарко и не холодно такое ласковое солнце обычно бывает где-нибудь там в конце сентября ну уже вот перед такой поздней осенью такие вот последние денечки вот вчера у нас было такое солнышко и я здесь работала расчищала вот эту площадку вы сейчас и видите и пришла к выводу что нужно чтобы более выровнять я не хочу такой сильный уклон как у отмостки чтобы площадка была более ровненько чтобы на ней хорошо стоял тут же шезлонга этот столик стулья даже качель мы планировали здесь мне нужно вот эту вот этот поребрик еще приподнять сейчас я вам покажу вот вы видите эту площадку видите какая она чистенькая здесь все было в траве я сначала вырвала траву вывезла две тачки горой вот прям полные тачки две тачки травы убрала эти корни травы ручками все по вырывала не триммером а вот прям руками подготовила площадку под геотекстиль вот но дело в том что сейчас я вот так присяду или переключусь наверное переключусь на фронтальную камеру потому что мне неудобно вам рассказывать меня вы уже видели красивую теперь давайте посмотрим покажу вам подробнее что я здесь вчера делала и что мне предстоит еще сделать вот давайте покажу вам как здесь все вырисовываются и что мне предстоит сделать и почему видите вот эти вот три поребрика я их перетащила один при помощи тачки но еще один способ может быть вам покажу видео не знаю не обещаю как можно перекаткой передвижкой в общем шажками перетащить тяжелые вещи ну вот в данном случае поребрик видите засыпала я землей вот этот поребрик щебень и все остальное песок плитку он был вот так открыт как здесь вот здесь есть место для щебня для песка для плитки для сыпучей смеси которая будет держать плитку а там этого места уже нет еще мне нужно здесь приподнять то есть еще земли здесь не хватает а тут уже все вровень вот если вот так посмотреть то здесь очень сильный покат я такой покат не хочу это не отмостка эта площадка и она должна быть более ровной поэтому вот этот низ вот здесь вот мне нужно вот здесь еще засыпать землей то есть выровнять выровнять вот эту вот площадку земля у меня есть мы не выбрасывали слава богу как чувствовали просто некуда уже было вывозить там куда мы вывозили за забор при в общем по фасаду дома да там сейчас лежит щебень лежит песок и некуда уже вывозить вот вот эта земля вот эти кучи они мне пригодятся вот здесь вот земелька вот там земля лежит я это все вот это вот вынесу разровняю и вот здесь наращу вот здесь вот высоту вот этой площадке вот здесь очень хорошо видно что у площадки очень сильный наклон очень сильно вот там высоко а вот здесь очень низко поэтому мне нужно моя задача сегодня нарастить то есть вот эти поребрики я принесла и мне нужно нарастить еще второй ряд поребриков чтобы можно было куда сыпать землю щебень и так далее вот не знаю как у меня это получится потому что они очень очень тяжелые но буду стараться что хочу сказать как же нам помог дождик вот здесь вот было очень очень мягко мне работать я вчера работала прям в удовольствие земелька мягкая все хорошо так легко лопаты поддевается разравнивается а вот здесь у нас стоял такой щит деревянный и сюда дождь не попадал и вот здесь просто зубилом очень тяжело снимала земля и я поняла если бы не этот дождик здесь можно было бы умереть очень тяжело бы было все это дело разравнивать и по прогнозу погоды у нас идут идет очень сильная жара около 30 градусов и прям нужно все вот это успеть вот вот этот щит стоял вот здесь мы сеяли песок туда не попадал дождик очень тяжело очень тяжело там выбирать землю вот так что погода нам в этом году с лёшиком очень очень помогла и мне теперь помогает вот так что вот такая красота друзья у нас уже вырисовываются работы проделана много отмазка практически готова только с одной стороны нужно будет то же самое проделать я вам потом покажу дали хоз наконец-то пошел плестись я ему вот эту вот ниточку вот и в его помогла и он там уже сам сам между собой как как он так переплетается я не знаю вот еще вот это вот отрастет стрела я ее тоже туда направлю вот вот этот тоже видите как вот хорошенький такой уже пошел вот пошел уже заплетаться сейчас мне уже вот этот можно можно как-то туда помочь ему немножко вот вот так и все и дальше он уже сам как будто у него глазки есть сам он пойдет пойдет плестись так что к осени у нас здесь будет красота посмотрите шиповник все равно пробивается сейчас я тебя пробую выдрать ты мне здесь не нужен вот видите это вот не все корешки выбраны и растет шиповник который я здесь выкорчевываю по весне ой ну как же мне нравится вот прям хочется уже выровнять сегодня я поставлю сейчас прям вот буду ставить поребрики на клей специальный плиточный вот выравнивать немножко площадку и уже можно будет стелить геотекстиль и засыпать щебнем но когда засыпется щебень уже можно здесь будет ставить стульчики мангальчик не ждать когда мы поставим положим плитку уложим уже можно будет отдыхать я там присмотрела прекрасные лежаки стулья в общем сейчас с лёшиком советуемся что выбрать хочется выбрать качественно сначала хотела купить вот эти модные кресла кентуки но сначала их сами хотели делать потом я посмотрела цены приемлемая то есть комплект 2 кресла кентуки и столик разборной к ним стоит около там 80 небольшим тысяч рублей это это недорого но почитала отзывы эти кресла не очень устойчивые переворачиваются и в общем отказалась от этой идеи вот стоит поливальничек сейчас пролью пройду пролью видите ветром унесло вот этот рубероид надо поливать отмостку еще две недели вот чтобы она была сырой сейчас я ее пролью опять укрою хорошо наверное кирпичик надо положить чтобы это не уносила ветра так что не только сделать отмостку друзья с ней потом еще две недели надо нянькаться раза два а то и три если очень жарко поливать вот из лейки и укрывать чтобы бетон набирал силу и тогда и тогда в общем она никогда не не треснет у вас и прослужит долго очень очень долго вот ладно петухи кричат как лёшек говорит арбайт и надо работать сейчас одеваю носки и приступаю к работе о их как же хорошо друзья как же хорошо своем доме вот мы велели уже даже здесь некоторые не лилии лилейник вот уже отцвел но еще много много бутонов вы меня научили вот эти все которые по отцветали лучше их сразу убрать что я сейчас и сделаю вообще очень красивый лилейник вы мне написали что он не так вот эти благородные лилейники не так быстро разрастаются а мне и не нужно быстро пусть разрастаются медленно и уже скоро зацветут хризантемки видите вам какие бутончики прям красота здесь получилось одно отцветает другое зацветает ирис отцвел сразу зацвели пионы пионы отцвели зацвел лилейник лилейник сейчас отцветет зацветут хризантемы прямо очень удачно здесь сгруппировались цветочки в общем здесь тоже хорошая клумбочка ладно пойду переодеваться надо работать так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...